Доброго вечера, мы из Украины. Я приветствую вас на моем YouTube-канале в программе «Дороговка с контрнаступ». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и, главное, оставляйте ваши комментарии, ведь именно они становятся частью моих будущих программ. Обозреватель пишет, что абсолютное большинство американцев поддерживает прием новых стран в члены НАТО. В частности, граждане США хотят видеть Украину частью Североатлантического альянса. За присоединение Украины к НАТО выступают 73% американцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования Чикагского совета по глобальным делам. Большинство американцев, независимо от партийной принадлежности, поддерживают прием новых членов в НАТО. США придерживаются такого мнения даже при условии, что членам НАТО, возможно, придется защищать их от будущей российской агрессии. Российский диктатор Путин подтвердил статус России как террористического государства, заявив, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры. Об этом сказал представитель главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Лига НЕТ. Он подчеркнул, что заявление Путина – важный аспект, потому что составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности за совершенное преступление. Путин, как лидер террористического государства, подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам Украины, сказал Юсов. Он подчеркнул, что удары России по Запорожской АЭС, Харьковской ТЭЦ, по гидросооружениям в Кривом Роге – это терроризм. Россия разрушает инфраструктуру Украины в преддверии зимы, чтобы оставить миллионы людей без света, отопления и транспорта, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины. 16 сентября Путин анонсировал новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Обстрелы электростанций и дамбы в Кривом Роге он назвал предупреждением. Издание «Униан» сообщает о том, что Вооруженные силы Украины со вчерашнего дня контролируют левый берег реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Телеграм. ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег, говорится в сообщении. А РБК Украина со ссылкой на данные института изучения войны пишет о том, что украинские защитники могут окружить российские войска вокруг Лимана. Между тем, враг продолжает безуспешные контратаки на Донбассе и теряет боевую мощь на юге. Также появился несколько, с моей точки зрения, иезуитский комментарий министра обороны Германии, который приводит ТСН. Продвижение украинских военных на востоке впечатляет и действия ВСУ являются обнадеживающими. Однако оккупанты все еще остаются на некоторой территории Украины. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в комментарии Ди Раймфальдс. Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку, сказала Ламбрехт. Заметим, что ранее генеральный инспектор Бундесвера генерал Эберхард Цорн заявил, что ВСУ блестяще доказали, что умеют действовать активно с привлечением всех имеющихся сил и средств. Он отметил, что операция украинских сил в Харьковской области является поучительным уроком и для европейских стран НАТО. Мы должны более активно применять эти подходы в подготовке. Значит, имеющиеся силы и средства. Мне кажется, они могли бы быть в разы больше, если бы Германия осуществляла обещанные поставки вооружения. А вот аналитики Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель, Рафаэль Лос и Яна Пульерин отмечают, что успехи украинских военных лишь ужесточили требования новых поставок тяжелого вооружения, ведь они крайне необходимы для освобождения населенных пунктов от оккупантов. Отмечается, что кроме Германии боевые танки типа «Леопард-2» есть еще у 12 европейских армий. Есть более 2000 единиц этих танков в разных модификациях. Не все они на ходу, но для вооружения танковой бригады ВСУ достаточно 90 машин. Поэтому федеральному правительству следует перехватить инициативу совместно с европейскими партнерами создать консорциум для поддержки Украины. Чем больше из 13 государств-пользователей объединят усилия, тем меньше будет снижение готовности и собственных вооруженных сил, отмечает издание РБК «Украина» со ссылкой на Decide. На саммите в Узбекистане произошло незаурядное событие. Премьер-министр Индии Нарендер Амоди публично сказал президенту России Путину, что сейчас не время для войны. Такое мнение высказал специалист по вопросам национальной безопасности корпорации Ранд Дерек Гроссман. Сегодня пути Индии и России разошлись. Вместо того, чтобы приватно уговаривать Путина прекратить войну, Моди публично пристыдил его. Посмотрим, что из этого выйдет. Но я должен сказать, что сообщение из Индии будет иметь больший вес, чем из США или Запада. Ненадежная позиция Китая также должна заставить Россию задуматься, отметил он. И, как я думаю, самая важная информация на сегодняшний день. Издание «Униан» пишет о том, что в рамках работы координационного штаба запущен единый центр и круглосуточная горячая линия приема обращений от российских военных и их семей. Об этом сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Это продолжение государственного проекта, предназначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь. Государственный проект «Хочу жить» призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским вооруженным силам, говорится в сообщении. Также отмечается, что россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевской конвенции. Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой. Для получения информации, как сдаться в плен российским военнослужащим или их родным и близким, следует звонить по круглосуточным номерам плюс 38 066 580 34 98 и плюс 38 093 119 29 84. Кстати, Униан также повествует нам о злоключениях российских солдат, которые не сообразили сдаться в плен вовремя. В Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, полно путинских военных, сбежавших от контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в материале британского журналиста Эндрю Ротта из The Guardian. В Белгороде на юге России всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой гремит ПВО. Над границей российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга, пишет журналист. Репортер сообщает о российских военных, бродящих по улицам Белгорода. Российские солдаты из Осетии вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спаса Преображенского собора. Они неуверенно стоят на ногах, кажутся пьяные или уставшие, и ищут где поесть, рассказывает Ротт. Российские оккупанты, которых встретил журналист, с февраля воевали против Украины и дислоцировались в селе Большие Проходы к северу от Харькова. Ранее СМИ сообщали, что командование оказывает давление на российских срочников для подписания ими контракта. А радио НВ цитирует вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил, что временное затишье на фронте в Украине в действительности является подготовкой к дальнейшим действиям. Возможно, сейчас кому-то из вас скажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье, это подготовка к следующему ряду. Следующий ряд очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободной. Вся, сказал президент Зеленский. На этом у меня сегодня все. С вами была Мария Максакова. Разум до перемоги и слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok